Знаю наставление и поручение Евгения Степановича ценовой планки заработной платы. Мы уже к ней практически подошли. Я думаю, что в этом году наша заработная плата превысит 22 тысячи. Повод для оптимизма у Валуйского ликероводочного есть. После значительного спада производства прошлых лет, на 130-м году своего существования, завод взял курс на техническое перевооружение и расширение рынков сбыта. К примеру, освоил линейку минеральной воды. Наше предприятие переживает очередную вторую весну или лето, назовите как хотите, в том, что принято решение о серьёзной модернизации, увеличении объёмов производства. Рост объёмов уже отразился на зарплате работников. Сейчас в штате их более 200 человек. В прошлом году среднее жалование было около 14 тысяч. Вячеслав Потуданский работает на ликероводочном 24 года. Ещё в прошлом году получал 12 тысяч зарплаты. Сейчас ситуация поменялась к лучшему. Какая у вас заработная плата в среднем? Ну, около 20 тысяч. 20 небольших. Это без премии. А вот Валузский комбинат растительных масел – единственное крупное предприятие района в списке проблемных. Сегодня сотрудники комбината получают в среднем около 17 тысяч рублей. Руководство предприятия с пониманием относится к данному вопросу. Соглашение о повышении уровня заработной платы подписано. Производство данное является сезоном. Мы надеемся, что всё-таки рекомендуемый уровень будет достигнут к концу 2017 года. А это мини-завод «Крестьянский двор». Директор Александр Трегубов сетует на спад потребительского спроса. За последние три года продажи собственной продукции – колбасы, деликатесных мясных изделий – упали более чем на четверть. Работники это понимают. Увольняться не спешат. У нас же зависит от выработки, от продаж, от того, сколько мы сделаем. Ну, у вас сколько? 16. По-моему, всем хватилось бы больше, но вполне. Официально средняя зарплата на предприятие около 17 тысяч. 2 мая мы немножко подняли цены. Это позволило, ну, совсем немножко. Выплачивать заработную плату. Да, немножко позволило добавить заработную плату. Расширяем рынки сбыта, ищем. Но это всё, как бы, не очень быстро. Продукт скоропортящийся, это нельзя так, как леса заготовил, да, и год торгуешь. По словам контролёров, соглашение о повышении среднемесячного жалования уже направлено на подпись московскому собственнику предприятия. С собственником мы постараемся встретиться, когда они приедут в Алуйский район. Объясним ситуацию. Я думаю, что, может, не до 22, но минимум 10% это обеспечат в этом году обязательно. На оптовой базе продовольственных товаров в Алуйке торг-сервис тоже проблема со сбытом. Здесь работает 28 человек. Средняя зарплата – около 11 тысяч. Главный офис базы в Белгороде, поэтому ответ пришлось держать главбуху. Постановление губернатора знаем, стараемся, но пока у нас нет возможности такой. От чего зависит ваша возможность? От чего зависит? Ну вот сейчас нету покупателей. Товарооборот падает постоянно. Вот по сравнению с прошлым годом процентов на 40. Обязательно мы будем эту ситуацию держать на контроле. И в обязательном порядке мы свяжемся с руководителем. И в дальнейшем будем контролировать повышение уровня заработной платы для работников. Совершенно другой подход к работодателям, которые платят зарплату ниже минимального размера оплаты труда. А это уже нарушение федерального закона. А значит, меры предпринимает Рудинспекция и прокуратура. С начала года из 20 дел о нарушениях в сфере трудового законодательства больше половины касалось зарплат ниже уровня МРОД. Все лица привлекаются к административной ответственности без каких-либо исключений. Это огромную роль играет. Договора перезаключаются на уровень соответствующий. Всего на контроле у Валуйской межведомственной комиссии более 450 малых и средних предприятий. Плюс и П. Работа по подписанию соглашений с их руководителями продолжается. Наталья Войтенко, Павел Емелин. Новости. Мире Белогорья.